Что это, и как и почему она работает? Но как насчет страха, когда нет явной и четкой опасности? К примеру, перед мишкой с человеческими зубами. Или перед смайлдогом. Что-то не так с этими картинками. Они загадочные и странные, но не представляют явные угрозы, как, например, пистолет или камнепад. Но они все равно пугают. Ведь они жуткие. Но почему? Отчего у нас мурашки? Почему нам от них жутко? Сейчас мы в моей спальне. Я вырос здесь, в Канзасе. В свое время, как и многие дети, я был в ужасе от страшилок на ночь. Но первой книгой, напугавшей меня, была проклятие Белки. Я до сих пор ее не дочитал. Но это же я. Психолог Джеймс Гир составил список того, что, согласно опросам, пугает нас больше всего. Мы добавили данные последнего опроса Института Гэллопа, и вот вещи, которые большинство из нас считают самыми страшными. Все они пугают. Но насколько они жуткие? Давайте уточним. Мне нравится типология страшного Стивена Кинга. Первый тип — отвратное. Что-то отвратительное, мерзкое, нездоровое. Второй — ужасное. По Кингу ужас наводят аномальные вещи. Гигантский паук, или когда тебя хватают в темноте, хотя рядом никого нет. Третий тип — кошмарное. Другой — более жуткий. Кошмар — это прийти домой и понять, что все твои вещи были заменены точной копией. Кошмар подкрадывается сзади. Он дышит тебе в шею, ты знаешь, что тебе сейчас схватят. Оборачиваешься, а там никого нет. И никогда не было. Не так много исследований посвящено этой теме. Теме жуткого. Но многие теории отмечают некую неопределенность, неясность. Например, почему маски и клоуны жутки? Клод Леви-Стросс писал, что сокрытие лица временно исключает из социального контакта ту часть тела, которая отражает личные чувства и симпатии. Одна из причин, почему нейтральная или веселая маска кажется жуткой, может скрываться в неясности. Маска скрывает настоящие эмоции и намерения человека. Я не знаю, представляет ли человек в маске угрозу. Или нет. Неопределенность — это жутко, если речь о человеческом облике. Знаменитая «зловещая долина». На графике человекоподобия — это область, где что-то выглядит почти как человек, но не совсем. Слишком похоже, чтобы казаться смешным, и все же не настолько, чтобы поверить. И это настораживает. Всю жуть эффекта «зловещей долины» отлично демонстрирует Джон Бёрджер. Он и его поющие андроиды. Посмотрите его видео, когда будете одни. Похожее чувство беспокойства вызывает Шейн Сент-Джон. Персонаж Эрика Фурнье. Забавный для одних, ночной кошмар для других. Зловещие гуманоиды, как и все жуткие вещи, теснятся на границе двух областей, которые мы можем понять и объяснить словами. Фрэнсис Тэмак Эндрю и Сара Конке объяснили это ощущение адаптивной реакции человека на неясность угрозы от окружающих. Жуткие вещи вроде бы как и угроза, а вроде бы и нет. И наш мозг не знает, как реагировать. Какая-то его часть чувствует страх, другие же по какой-то причине нет. Так что вместо типичного чувства страха и ужаса нам просто становится немного не по себе. Кошмарно. Жутко. Между вершинами безопасности и угрозы лежит жуткая долина, где границы наших знаний, доверия и защищенности размыты. А теперь глянем это. Вы же не умрете через 7 дней, посмотрев на экран. Полная чушь, да? Возможно, все дело в кошмарной неопределенности. Мы не очень с ней ладим. Если мы не определились в намерениях, мы начинаем лгать. А если речь об опасности без явной угрозы, она вызывает у нас странные чувства. Приходилось ли вам смотреть вниз, перегнувшись через перила на головокружительной высоте и при этом чувствовать, как что-то будто подталкивает вас сзади? Может, вы даже сами хотели прыгнуть? Случалось ли вам с той обрыва с близким человеком подумать, что вы могли бы столкнуть его? Это же так просто. Вы правда могли бы и, может, даже хотите этого. А может, это просто когнитивный диссонанс? Вследствие того, что мозгу приходится иметь дело с неопределенностью. Дженнифер Хэмс из Университета штата Флорида окрестила это феноменом высокого места. Когда вы подходите к опасному обрыву, инстинкт самосохранения срабатывает, и вы отшатываетесь. Но ваше чувство равновесия и двигательный аппарат в недоумении, ведь вас не толкают, и у вас нет причины прыгать. В чем же тогда дело? Отдел вашего мозга, отвечающий за намерение, решает, что вас может что-то толкнуть, или что вы и правда решили прыгнуть или столкнуть друга, даже если это не так. Люди пока не разобрались с неопределенностью, и английский язык отражает эту серую зону страха и жути. Взять даже слово «кошмар». Вот слово «ужасно», и вот «ужасающе». «Кошмарно» и «прекрасно». Почему так? Что ж, мы так до сих пор не определились, как назвать эти сильные ощущения из-за их неясности. Они восхитительны. Оссум. И от этого не менее кошмарны. Офул. Они нам нужны, чтобы выжить. Нам нужны страхи и мурашки на спине, чтобы понимать степень нашей уязвимости. Но с другой стороны, я от них не в восторге. Мурашки — это физическое напоминание о том, что мир неясен и полон неопределенности. А мы, хоть и хитры, всегда стремимся во всем разобраться, но тем не менее уязвимы. Это ужасно или прекрасно? И то, и другое. И это, как сказал бы «жуткий призрак», бу, доражит. И как всегда, спасибо за просмотр. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!